здравствуйте это канал дикий лайк меня зовут виталий тики большое спасибо что смотрите спасибо что подписываетесь делитесь этим видео лайкайте комментируйте сегодня нашим гостем будет андрей вегеринский юрист аналитик здравствуйте здравствуйте виталий западная пресса активно пишет о возможном плане зеленского который будет передан байдену харрису трампу и вот о чем они пишут они говорят о том что плане якобы содержится требование разрешения использования западного оружия по целям глубине россии а также что очень интересно готовность украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта и временное замороживание ситуации как вам такая новость и верите ли вы там о чем пишет западная пресса и я верю содержательно в то что пишет за западная пресса но мне очень импонирует с сарказмом конечно же формулировка то есть мы с точки зрения интерпретации интерпретации все равно остаемся в понятийном аппарате решительно победным то есть какой план план победы хорошо а по содержанию вы раскрываете план победы так как ну так как озвучил это господин байден победа за украинским народом тоже кстати интересная формулировка которую качестве цитата приводит западная пресса но если если ожидают от нас пока не знают но план победы но ожидают что официальный киев готов к кратковременным ситуативным территориальным уступкам или скажем сохранение контроля за территорией российской федерации это значит они ожидают смены позиции о формуле мира которую озвучивал владимир александрович и ожидают ее именно в том виде в том виде в который они ну скажем озвучивали в течение последних трех лет позицию связанные с соблюдением суверенитета страны любые переговоры об украине за спиной украины невозможно любые решения связаны с переговорами и договоренностями исключительно прямо и принимает украину и тут упускается момент создания условий для смены позиции то есть условия для того чтобы наша позиция была изменена создавались теми кто клялся теми кто заверял и теми кто озвучивал ну и заигрывал с настроениями нашего общества в течение ну по крайней мере двадцать второго двадцать третьего года второй половине двадцать третьего года мы массово на уровне массового информационного пространства упустили возможность изменить отслеживание изменения риторики которая переросла из тотальной победы в ситуацию сдерживания сильную переговорную позицию достижение договоренности мы это все упустили мы перестали отслеживать эти изменения в риторике наших партнеров но если вы ожидаете что киев своим суверенным решением продемонстрирует вам готовность идти на определенные компромиссы компромиссы не в юридическом сенсия в сенсии именно скорее договорном как положить начало для переговорного процесса то тогда не стоит называть этот план планом победы а стоит называть его готовность украины слышать воспринимать те аргументы и те риски которые ощущают на себе американская страна и другие страны партнеры поэтому как бы я согласен содержательно с тем что что ожидают американцы американцы ожидают не только план но и готовность медийно публично во время внутренней политики на международной арене официального киева готовность официального киева изменить свою позицию связанную с полной до оккупации территории украины в ходе конкретно этой военной кампании это не значит что до оккупации перестает быть целью но до оккупацию территории украины можно достигать военным путем а можно достигать дипломатическим путем и для наших американских партнеров цель остается неизменной но то что может прекратить активные боевые действия является все таки изменением позиции киева поэтому да они создали условия для того чтобы официальный киев официальный киев приехал с такими планами такими планами и даже если план зеленского этого не содержал и муж уже готовят то с чем он должен приехать ну то есть через прессу тебе сообщают что ты привезешь конечно набор целей привезешь конечно же количество ракет которые тебе необходимо конечно же ты приведешь видение того как ты будешь достигать результата на поле боя но кроме этого мы тебя ожидаем и от тебя и от украины изменение позиции в рамках допустим моментов или алгоритмом связанных с урегулированием войны поэтому ну как бы даже если этого раньше в плане зеленского не ожидалось или он его туда не включал эти момент потому что он их не анонсировал его четыре пункта которые он озвучивал во время пресс-конференции связанных с планом победа там не было готовности изменения позиции связанных с имплементацией формула мира там была курская операция первый пункт второе пост поставки вооружений в третье тотальное давление и потом формула мира зеленского там как-то вот момента связанного с изменением позиции по переговоров не было поэтому ему и говорят ну как бы если вы хотите первые два или три пункта то давайте вот еще четвертый тоже включите а главное мы вам не поверим просто на слово потому что никто же планы как бы не обнародует вы должны будете это подтвердить вербально публично воспринять позицию других стран дать парочку интервью и в таком случае да возможно мы скажем попробуем дать вам разрешение а если не будет этого то вы же вспомните о том что и мы как бы свою стратегию в отношении войны представили в конгресс выполняя требования закона предоставления вам помощь соответственно у нас есть свое видение и ваши видения кулюш мы сейчас перед конгрессом стоим с притянутой рукой администрации белого дома с просьбой пролонгируйте пожалуйста полномочия на 5,8 миллиарда долларов то есть а конгресс должен просмотреть стратегию которую мы предоставили и сказать это соответствует интересам соединенным штатам это соответствует интересам украины потому что соответствует плану победы ну наверное тогда дадим или же конгресс скажет подождите то что вам представили ну президенту байдену вице-президенту харрис кандидату президенты трампу не соответствует интересам соединенных штатов так и зачем мы будем вам выделять дополнительные финансирования если оно не соответствует интерес не с нами но это хорошая красивая упакованная многоходовая игра которая обоснует любую позицию соединенных штатов в отношении того что привезет зеленский если привезет не то что они ожидают то конгресс но скажем исключительно демократический способ будет искать долго возможность все-таки полномочия по педе и президентскому предоставлению соответствующей помощи отсрочить пролонгировать дальше будут вот эти копии а вы республиканцы не голосуете а вы демократа не голосуете это это все их внутренняя история мы ее уже проживали но процедура демократию формирует процедура а без конгресса ну никак процедуру эту не утвердить вопрос в другом когда президент эти полномочия были чего он не поставлял но мы этот вопрос не зададим ну потому что публично президент его озвучивает на него обижаются ответа нет но обижаются публично наши граждане но они не зададут этот вопрос и мы с вами робко об этом говорим как бы что если у президента в соединенных штатов накопилось 5 8 десятых миллиарда в виде денежного эквивалента товара который он может со склада поставить здесь и сейчас и у нас потребность то ну как бы нет ответа на вопрос и мы не должны его придумывать почему этого не было сделано но значит когда я говорю об условиях или мы с вами обсуждаем условия которые подводят нас к изменению своей позиции они готовились продолжительный период времени все полгода пока существовал законопроект о предоставлении помощи украине в котором президента были эти полномочия а он их не использовал президента соединенных штатов и поэтому в этой ситуации сказать что соединенные штаты подходят понятию переговоров урегулирования войны и тогда ситуативно нет они подходят стратегически согласно своим интересам то есть очень важный момент этот план или соответствует интересам и стратегии соединенных штатов или не соответствует али исходя из того что часть интересов соединенных штатов уже имплементируется несколько лет а в краткосрочной перспективе полгода то надо ощущать ту динамику внешнего контура который изменялась и свою позицию видоизменять точно также но посмотрим может президенту удастся изменить этот ход событий а может и нет но эта новость она как бы действительно выглядит необычной и я думаю что даже претендует на определенный вариант такой небольшой сенсации что зеленский готов как пишет западная пресса пересмотреть то что до этого пересматривать даже не собирался и далее вот тут я я еще раз прошу прощения то то есть мы исходим из того что это ожидание американской стороны а готовности зеленского владимир александрович и все последние пресс-конференции сводятся к тому что победа на нашей стороне мы вот и я я еще нагрузку к этой теме да вот сегодня или вчера вышла публикация в которой по моему wall street journal и выпустили они соотносят план джей деванса вас чудесный эфир на тему джей деванса был с андреем васильевичем ермолаевым тут я повторяться не был и в этой статье соотносится джей деванс с позиции виктории нуланд то есть вот взяли два одного кандидата в вице-президента в случае избрания там трампа да и викторию нуланд который вроде бы уже не при политике вроде без должности ну как бы демократ и она сидит такая ну как бы его позицию озвучили пусть люди посмотрят андрея васильевича вместе с вами я это будет этот переход переход надо оставить чтобы просмотры росли вот а виктория говорит слушайте так очень похоже на то что этот на то что путин предлагал ну когда она даже сказала что этот бом подарок путина да подарок путину то что путин предлагал там и так дальше и тому подобное так а ваша стратегия какая ну то есть не оказать подарок путину решительно увеличить объем помощи но ваша вся риторика связана с тем что все все то что предлагает альтернативно отличный от вас дайте вашу позицию мы вашу позицию не знаем демократов а ваша позиция демократов находится в тупике потом который может трамп в любой момент в том том числе озвучить харрис и он его уже озвучивал байдена на время пресс-конференции ряд любая поддержка должна преследовать какую-то цель продолжение конфликта без цели называется и заканчивается чем потери сотен и миллионов жизни и тогда становится вопрос тот же госпожа виктория нуланд какая ваша цель продолжать конфликт вот в этим капельным путем предоставляя помощь так как это делал байден и администрацию которого вы представляли или как администрацию обамы который дал возможность и создал возможности условия для того чтобы был аннексирован автономная республика крым но это тоже вы же часть администрации демократ или же или же вы выйдете и скажете нет мы предлагаем другой вариант но вы другой вариант не предложите своим избирателям почти потому и молчите потому что в случае если вы говорите что путин должен быть побежден и вы все силы бросаете в отличие от республиканцев и того что они предлагают в качестве условного компромисса на земле да вы если говорите что предоставляете всю помощь вы рискуете безопасностью своей родины и тогда вам любой политический оппонент скажет смотрите демократы нас ведут к прямому ядерному столкновению с ядерным государством на поле боя вы хотите участвовать войне граждане американцы ну и тогда извините ваша политическая действительность уходит в никуда и вот в этом ключе в этом ключе в сложной позиции находится и камала харрис который нужно пройти вроде бы уже отдаленно от виктории нуланд и байдена вроде бы не зайти на то же самое что у джей диванса и у трампа но тоже понимает и понимая риски для своего государства и понимая сложность вот всей этой ситуации ее вариант он не будет радикально такой как мы ожидаем что придет камала и поедут к нам в целые грубо говоря авианос этого тоже не бы это тоже будет форма компромисс а с учетом того что демократом демократы вообще но относятся к той категории политических сил которые уважают принципы демократии они не могут отступить вроде бы от формулы мира зеленского связано с тем что давление должно быть всеобщим но они сталкиваются с другим моментом китайская сторона собрала 110 государств рид вас поддерживают мирную инициативу демократическую на которой к мало присутствовал 40 государств или 80 ну допустим 80 а у нас 110 по государствам больше демократия побеждает давайте по-другому считать по людям у нас грубо говоря все 110 государств которые включать брикс и другие страны да на которые вы ориентируетесь и по людям больше а если по деньгам то и ввп у нас совокупное тоже больше чем у вас так почему меряем демократию и вот у них ситуация такая что до камнию комментарии дает виктория нуланд с точки зрения ценностей нет так этого допустить нельзя хорошо как вы это не допускает так что возвращаемся опять в конгрессе надо просить 5 8 десятых миллиарда пролонгировать на следующий год период когда российская армия час наступает но нет ответа на этот вопрос практического но сценностно надо ценностно надо что прекратить убийство людей надо так тоже ценность человек в основе любую любой политической идеологии находится любой ну ну цивилизованный надо может вы хотите каким-то другим образом помочь сократить количество жертв украинского населения своим присутствием ну ради решительной победы не 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 тут нельзя почему-то потому что программе демократической партии написано не допустить столкновения с россией и вот как бы вот с одной стороны не апеллируя к реальной жизни на уровне ценностей мы все порицаем китай порицаем путин не должен победить это звучит как предложение путину и тогда это нет то о чем путин говорил в двадцать втором году до начала полномасштабного вторжения он говорил с вами на тему безопасности евразийского континента еще до начала полномасштабного вторжения военная агрессия была началась она 14 года но полномасштабное вторжение регулярными войсками на тот момент когда у вас проходили консультации на уровне блинкина и лаврова его не было и вы на уступки или на компромиссы или на понимание не пошли и три года спустя ну мы имеем украину территории которой происходит война человеческими жертвами потери потери экономического потенциала потери ну практически социального капитала и вы говорите так это то же самое что было тогда не только вы попробовали весь инструментарий который у вас был для того чтобы агрессора подавить и не получилось к сожалению для нас и возможно да для вас как бы потерь не так много будет если вы вернетесь к этому исходному положению потому что ну вы попытались война становится обременительной и вроде бы как бы мировая ситуация не сильно вашу пользу а если это упадет все через два месяца на спину республиканцев вот так это прекрасное поле для того чтобы их критиковать потом пошли на сделку с дьяволом а мы вам всегда говорили и он его держит за правую или за левую ногу но господина трампа путин да и и все остальное так что я думаю что в этом есть рациональное зерно но в любом случае обратите внимание сейчас в украине проходил саммит ес там советник по национальной безопасности сша джейк салливан сказал о том что байден планирует встречу зеленский в конце сентября идти потом с нетерпением ожидает этой встречи хотя понятное дело что это лишь только витрина но я хотел вернуться к знанию бельх это о чем они написали как вы вывода не сделали это очень интересно они считают что зеленский теперь хочет поставить все на одну карту попытаться добиться перелома на поле боя для чего ему нужно решение президента байдена что показывает насколько велико отчаяние в украине так ли это а я не понимаю ставку на что на курск но он сделал он ставку эту сделал месяц назад но удары ракетами или разрешение о нанесении ударов дальнобойными средствами поражения теме которые вообще обсуждаются мы же сейчас уже сузили это обсуждение просто к возможности наведения storm shadow не с помощью gps который блокируется российскими войсками да и средствами подавления от других систем наведения соединенных штатов это все о чем мы сейчас говорим это расстояние в 250 километров до 300 километров до смен с места пуска которые перелом на поле боя не обеспечит и об этом уже точно так же все заявили поэтому ставка на что ставка находится в плоскости возможных политических маневров не на поле боя это не ставка на поле боя то есть не ну я бы не стал истолковывать издание бельт вот вот в этой вот 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 в этой формулировке как ставка именно на поле боя это политическая ставка прежде чем все равно попытаться вернуться на исходную связанную с подготовкой к разным с форм коммуникации которые существовали после первого саммита в швейцарии мы попытались эту динамику которую даже подыгрывали какой-то период не изменить операции в курске расширив линию фронта создав очаг возгорания для российской федерации где им приходится наступать вроде по своей земле это же терять и плюс логистика и терять технику и терять людей так дальше мы попытались это переломить вдохнуть новую жизнь в нашу поддержку со стороны других государств но эти государства которых поддержки от которых мы ожидали но они не восприяли духом не обрели дополнительную храбрость не обрели дополнительную решительность они их военные кабинеты посмотрели на ситуацию гряда тактически все и оперативно выполнена безукоризненно подразделение переброски подавления заход все все хорошо но стратегически цели непонятно стратегически перелома на поле боя не переброски войск в том количестве которые необходимы и желаемы для осуществления скажем даже не остановки а замедление продвижения российских войск нет поэтому чем помогут нам дальнобойные удары дальними средствами поражения да ничем а вот с точки зрения политической а какие у нас останутся аргументы останутся аргументы для того чтобы вернуть американскую администрацию администрацию ну скажем великобритании или кабинет великобритании к позиции но отличительный от той которую допустим сейчас озвучивает шольц или той которую озвучивал моде во время встречи с владимиром александровичем ну вся же риторика сейчас сводится к тому что военного решения нет надо садиться за дипломатические переговор если такова позиция то дипломатические переговоры на которые сидятся сейчас до подразумевает как бы отказ от целей и тут мы снова выходим с вами на первый пункт что ожидают от владимир александрович все-таки отказ от всех целей которые он вкладывает в конкретно эту военную кампанию но госпожа нуланд говорит а путин передохнет а я и а ей в ответ можно противопоставить позицию ванца который тоже говорит что подождите гарантии гарантии которые предоставляются там россии украине это же не исключительные количество гарантий которые могут быть предоставлены украине в случае прекращения огня от вас же требуется гарантия чужой виктория забыли о 20 или 30 сделках или не сделках заверениях в вопросах безопасности которые подписаны украиной со странами членами альянса северно-атлантической европейского союза в рамках форматором штайн мы же их подписывали в этом году вся весна была с подписями британия штаты финляндия мы со всеми подписывали десятилетние заверения значит вы их не выполнить или вы них забыли или это неважный документ ну как вы так как можно жонглировать фактами серьезные дипломаты все прекрасно понимаете или вы относитесь просто к этим бумажкам как бумажкам тогда возвращаемся опять к вопросу стамбула почему стамбул условно один из вариантов до который излагался но по моему чарапом самуэлем почему не состояли сделки в стамбуле потому что когда возник вопрос консультации с американской британской стороной на тему того что у нас соглашение который межгосударствами межправительственно предусматривается гарантии стран в том числе ваши которые должны пройти через парламент вы отказались их ратифицировать так вы в таком случае давайте тоже это кровь откровенно вести диалог и говорить о том что ну допустим если вы не берете и не предоставляете гарантии безопасности вы не несете ответственность да то есть это не не это не южная корея не япония скажем не тайвань даже с которым существуют какие-то гарантийные обязательства международно правового характера хочу помогаю хочу не помогаю деньги есть помогаем денег нет не помогает тогда дайте определенности украине с вашей подачи мы должны людям говорить что смотрите наверное расширение нато на восток уже прекращено потому что как бы уже уперлись в ситуацию наверное гарантии мы тоже в силу того что столкновение с россией мы не хотим тоже предоставлять не будем все что мы можем предоставлять вам военную помощь в том количестве в которой можем но и так чтобы были красные линии чтобы это вдруг не привело к кризису для нас но вы воюете это как бы не сильно демократическая позиция она очень односторонний поэтому владимир александровича ну в силу того что инструментария крайне мало уже по состоянию на сейчас действительно поездка в белый дом или там встречи после белого дома или встречи в самом белом доме там или в нью-йорке они встретятся она выглядит для него как бы последняя попытка поговорить с действующим президентом о том чтобы может быть может быть определить каким образом ну политика соединенных штатов будет отражаться или они готовы эту политику видоизменить стратегическую свою с учетом допустим уже наши измененные позиции но мне кажется это знаете я верю в то что разрешение будет о предоставлении возможности наносить удары но она все равно будет контролируемо количеством номенклатурой поставок но если мы остаемся в парадигме что наведение на объект осуществляется с помощью соединенных штатов да ну как пишет американская пресса да то каждая цель она будет не оперативно выбираться потому что ты крыла крылатая ракета не баллистика да то есть подъехала пусковая установка какая-то баллистикой нанес удар там атакам сами или этим хаймарсом соответственно уничтожил вот уже результат а тут нужно выбрать ввести полетные данные нужно поднять самолет пустить это союзники знают союзники проверили надо поэтому бить или не надо очень тонкой нитью еще было кстати на этой неделе история о том как пошатнулась доверие где-то в части скажем нанесет нанесение ударов украинской стороной и писали о том что доверие с американской страной пошатнулась том числе когда были нанесены удары по станции раннего оповещения о ракетной угрозе помните был такой эпизод который мы скажем успешно поразили эту станцию она выжил вызвал определенное напряжение стиль сфере ядерного сдержания между россией и соединенными штатами и американские аналитики пишут ну как бы сейчас подходу целей относятся и от свободе использования средств поражения относятся как бы вот с опаской потому что бог важно значит полностью мы свободно нанесение там этих ударов будем если даже разрешение вы да нет навестись предоставить самолет подцепить согласовать и так дальше ну оно должно будет проходить все через сито одно второе третье четвертое пятое десятое и самое главное что нет но альтернативного быстрого варианта решения этой проблемы его не существует ну свою баллистику мы быстро не запустим если запустим то небольшом количестве лучшем случае ударные дроны ударного дрона другая боевая боевая часть боевая часть менее разрушительно как бы количеством взять ну будем пробовать брать количеством как бы россия тоже нас количеством берет сейчас каждый день уже практически 20 40 50 80 шахедов которые летят которые что-то долетает что-то не долетает но будем заниматься вот подобные истории поэтому это не будет снятие ограничений это не будет разрешение которое позволит переломить это будет символическая победа для нашего информационного поля скажем ну вот сейчас как ну и в 16 мы так ждали все они на поле боя вот f16 хорошо положительный момент сколько их 6 или 6 штук или 5 уже там сколько их осталось будут еще но они на поле боя они помогают защищать воздушные пространства хорошо это хорошо но с точки зрения ситуации непосредственно на линии столкновения но пока говорить рано о том что они привели к эффективному перелом но то же самое будет и и скажем с предоставлением разрешения на удар вглубь тирето российской территории подготовить россию от она отведет скажем подразделения свои уменьшится от этого количества нанесенных ударов стратегично авиации российской федерации с помощью скажем корректируемых авиабомб не знаю не уверен длина есть еще и другая сторона медали дело в том что как вы сказали американские инструкторы и военнослужащие будут возможно задействовать в этих процессах формирования планового полета и все что с этим связано но реакция россии уже видите уже были заявления от мида по моряков говорил о том что это рассматриваться вот украиной простите россии как участие членов нато и вообще блока нато в войне а это будет иметь свои негативные последствия далее другие представители кремля говорят о возможном ядерном ответе то есть речь идет и о тяу и даже о стратегическом ядерном оружии а как с этим вопрос решать не а вот это то что уже взвешиваем не мы взвешивают соединенные штаты и россии то есть вот в этой вот я бы привел еще цитату столтенбергом она важно хоть он уходит с нато но где-то останется все равно таких людей не теряют ответственно три года комментировать одними и теми же словами как бы одну и ту же ситуацию каждый раз создавать сенсацию такие люди нужны точно где-то останется он говорит рано или поздно после окончания войны нам все равно нужно вернуться к диалогу с россией и сдерживанию сама политика сдерживания как наследие холодной войны она подразумевает обмен сигналами информации и оценку того или иного действия как конфронтационного или не конфронтационно если бы соединенные штаты предоставили нам возможность наносить удары на 800 километров вглубь территории соответствующим вооружение то это бы ситуа и такой удар бы последовал не просто возможность а именно уже и удар нам не просто политическое решение ну а именно поставка нанесение удара там и так дальше несомненно на это нужно отвечать так как допустим иран отвечал израиль суть примерно такая же на то есть мы красные линии расчертили для вас мы объяснили что если вы дальнобойным поражаете соответственно будем отвечать вы нанесли удар мы знаем что без вас не обошлось надо ответить почему ядерным то нет можно конвенциональным даже с тем что его собьют где-то на подлете а может и не собьют кто его знает как она будет но до ядерного удара еще столько вариантов эскалационных в ответ вот в один прекрасный день но появляется где-то на берегу красного моря ракета искандер и вот ракета искандер летит в направлении там я не знаю ну израиля или допустим где-то короче куда-то она летит она же ниоткуда-то не взялась от ракеты и поставили шах эскалационный шах почему то потому что эта ракета может спокойно угрожать и южной южной европе может другой вариант ну средства коммуникации которые проходят по красному морю но оптоволоконные кабеля и так дальше и тому подобное они тоже не защищены всякие хуситы бывают могут быть кибератаки может быть ну скажем испытания ядерной то есть вот это драматургия сразу в край типа полетела ракета условно storm shadow на 800 километров там или другая какая-то ракета и вот путин сразу расчехлил ядерный ядерный боеголовку запустил ее в европу это скажем уже переход в какую-то дальнюю крайность но но может быть может быть с точки зрения как бы так или иначе подхода к урегулированию вопросов безопасности приближение эскалации непосредственно столкновения является той точкой в которой пришло время садится и договариваться то есть ну поднимать все время можно вот эту скажем эскалационную спираль до какого-то времени до того момента пока одна и другая сторона не ощущают что они близки к необходимости уже непосредственного столкновения между собой и в этот момент в этот момент но они вступят в переговорную позицию в диалог вступят это будет диалог между ними не между нами он бы украина будет частью этого дело но все равно это будет диалог о стратегической безопасности или безопасности в рамках европейского союза но опять же таки в этот диалог рамках европейского союза скорее вступят не соединенные штаты скорее вступят немц немцы вместе с французами потому что они но грубо говоря но если штаты и русские начнут вести подобный диалог то они тоже немного их будет без европейцев вести а европейцы тоже не хотят чувствовать себя потенциальной жертвой ну потому что в принципе нанесение удара по территории соединенных штатов маловероятно нанесение удара по территории европы не сильно приятные перспективы для самих стран и государств европы ну шольц макрон решительно высказывался всю весну перед выборами может олимпиаду крутил кто его знает но как бы пропал нет человека просто нет может в отпуск уехал то есть не надо решить все таки человек не воюет может себе позволить но он в диалог на тему дальнобойных ударов совсем не ну не включен а немцы наоборот говорят о том что ну как бы и план не опровергают его присутствие и шольц говорит что подождите никаких таурусов не будет ситуация и так сложные и не надо делать ее еще сложнее то есть может это тот момент когда европа обретет субъектность в своей вопросах безопасности и она станет инициатором переговоров связанных с безопасностью очень важный тоже момент в германии германии соцдемократы написали письмо вчера да и ваш обнародовали о том что есть необходимость возможно рассмотреть вопрос связанный с международной инициативой в которую включить разные государства где-то индию китай в том числе турцию еще кого-то и она может дать плодотворный результат ну при их участии вряд ли без германии бы ты в такой диалог присостоялся на а это диалог о чем это называется шосс плюс европа шосс как создавался как союз по безопасности на евразийском континенте недавно астанинский саммит проходил недавно в астанинском саммите декларацию принимали о том что необходимо вести диалог с уважительностью и там присутствовали и как раз вот те участники те участники о которых упоминает социал-демократ германия пытается какую-то лидерскую роль на себя примерить игнорируя уже даже не игнорируя в дополнение скажем к мирной инициативе владимир александрович понимает то что соединенные штаты вряд ли будут ну подобного характера на себя роль примерять и сегодня появился фрагмент по крайней мере я сегодня читал лидера вот этой союз сары вагин я не помню как там вторая часть еще не запомнил оппозиционная партия которая набирает обороты и там позиция тоже ее лидерки что украина должна быть готова к переговорам украина должна быть готова к компромиссам а главное же не это главная мотивация мотивация исходит того что морально ценностные ориентиры связаны с тем что с путиным нельзя вести диалог и так дальше они что должны привести к несостоятельности государства и разрушения государств люди найдите общее позиции орбана допустим одного из политических лидеров германии позиции республиканцев позиции китая бразилии индии все сводится к тому что продолжение это человеческие жертв продолжение не приведет к результату но ни одна сторона не может достичь военной победы на поле боя ну соответственно зачем продолжать уничтожать свое население но значит у нас извините меня как то вот уже маргиналы становятся не маргиналами а плюс-минус большинством большинством с точки зрения количества голосов то есть китай год назад со своей инициативой это но перед на контрнаступлением это вот просто появился какой-то союзник путина и что-то написал нам невыгодное спустя год европа финны итальянцы часть американского истеблишмента так это мысль она откуда рождается но даже по поляка взять сикорского который общался с вованами лексусом но он там же интересная оговорка есть на тему того что у вас соединенными штатами разный интерес но поэтому как бы столкновение мира идеалистического правильно риторического и реалистического а в реалистическом мире вот ответственные субъекты понимают что если будет продолжение это эскалационная спираль всякими разрешениями так дальше она может в какой-то момент все-таки остановиться но когда стороны поймут а может привести к конфликту и вот тут риторика типа то путин блефует она не успокаивает то есть когда блеф контролируемый или ты предпринял меры определенные тогда было высказано не предоставлять разрешение что вкладывал в какого в какой дальности ракету вкладывал смысл фразы путин на 500 километров или на 800 а если дать разрешение допустим на ракеты на 250 которые у нас также есть вы это время используете для того чтобы отвести свои позиции для того чтобы это урона не было но и ракет дать там штук 5 10 которых как минимум там половину или процентов 80 вы собьете но одна может куда ты попадет но там будет пусто ну или так вроде бы мы лицом в медиа не проиграли вот когда во время грибского ракетного кубинского ракетного кризиса было достигнуто соглашение выведение ракет выведение руки ракетных войск с турции американская сторона это rent пишет эту информацию американская сторона просила российскую сторону об этом в прессе не говорить ну как бы чтобы лицо не терять одно дело публичная презентация другое дело другая коммуникация типа мы разрешение дадим но вы все вывели те цели которые мы будем давать возможность наводить они вам урон не принесу ну и понимаете мы тут сыграли и вы как-то там сыграйте лицом тоже нормально нормально все в коммуникации есть есть эскалации нет нет сняли напряжения но обычно прежде чем мир начинает осознавать необходимости сесть и снова договориться о правилах сосуществования кстати они на площадке оон об этом будут договариваться вот нужно эскалационные какая-то кульминационная спираль чтобы она закрутилась и дошла до какого-то к сожалению по ей просто эпохеи на нашей территории меня это безумно удручает кстати удручает это у меня тоже и на самом деле вот эта методология когда доводят до высоких уровней а потом средства переговоров это традиционная история о чем вы говорите карибский кризис этому тоже является общим примером но вот вспомнили о сикорском и его разводе там пранкерами хочу сказать что всю эту хрень которую он сказал он подтвердил потом в интервью газете кроме не понял с кем он общает а потом он как бы что вы вроде за ситуацию он с умным лицом данном басу все это произнес только уже на листом уважаемого издания лимон но я заявление сикорска тоже интересно смотрите вот мы говорим о серьезных процессах глобальных по урегулированию ситуации но для украинцев для обычных мобилизация война продолжается то есть это обычная рутинная жизнь в этом ужасе и вот ест который проходил недавно там пинчук его организовывая там куча маргинальных каких-то политиков или как-то не маргинальных а полумаргинальных нафталиновых да но в общем то приезжают и свежачки которые там что-то пытаются генерировать идеи но мне кажется что пинчук вот этим своим контактерством он как раз и заслуживает доверие да в любой власти они вот там греют при себе возле кармана для того чтобы он мог в определенный момент дать возможность коммуницировать тем с кем необходим ну бог с ним это не о нем речь а о саммите который он проводит так вот сикорский подтвердил а то он сказал что значит нужно европу попросить чтобы она лишила выплат украинских мужчин мобилизационного возраста что возвращались обратно в украину но самое же интересное что его в этом абсолютно поддержал министр иностранных дел украины сибига даже открыто выступил сказал мол типа да я поддерживаю идею которую высказал министр сикорский значит нужно прекращать платить украинцам но может быть это бы имело какой-то вес там в том кругу я не обсуждаю потому что большинство украинцев на это смотрят иначе если бы не заявление такого народного депутата княжицкого николая помнить дан из медиа сферы я его знаю лично он достаточно такой одиозный человечек импульсивный эмоциональный но он сказал и открыл глаза на одну очень интересную вещь он говорит что мы в свое время прекратили предоставлять консульские услуги после этого ну с целью того чтобы люди кинулись да там возвращались в украину после этого мы получили сотни тысяч это видео есть в интернете для горячих голов которые там рассказывают что интерпретируют посмотрите четко цитаты как он это говорил теперь мы видим сотни тысяч отказов от украинского гражданства возобновление предоставления консульских услуг такое скоропостижное оно не привело и не изменило ситуацию к лучшему эти поступают приходить заявление отказы от украинского гражданства потому что люди уже имеют возможность получить серый паспорт двигаться дальше на запад и горе но все огнем и это говорит человек который раньше был противоположного мне ну если он был раньше противоположное времени мнение то надо признавать свои ошибки со временем просто меня тоже специфическое отношение господину к нежицкому как члене народному депутату от блока петра порошенко ему же они вместе с портниковым разгоняют эту хрень там расскажет о том не так в том-то и дело что вот он берет берет один случай в котором если вот обобщать выходить на какой-то убрать причину а выйти просто на философское обобщение человек разрывает правовую связь с государством гражданин гражданство является как раз правовой связью который мыслил свое будущее будущее детей за государством находясь за границей в силу обстоятельств безопасности которые которые отсутствуют на его территории его родной страны принимает для себя решение разорвать правовую связь с государством из-за того что государство к нему отворачиваться спиной либо та политика которую государство реализовывает она его не устраивает и вот господин княжицкий такой упитанный рыцарь на белом коне выходит и говорит что эти зеленые натворили а вот господина княжицкого от его не на секунду не коробят то что он и его по братым и их медиа ресурсы примерно по другим критериям работают с гражданами похожим образом кто пушил историю запретом рпц его же блоги его каналы кто рассказывал о том шоу все везде шпионы всех в тюрьму его кто на тему языка высказывался тоже он а это просто средств другой причины то есть социальная модель модель которая позволяла уживаться людям внутри страны предусматривала для каждого возможность в этих сферах развиваться так как они считают нужно но господин княжицкий своих вот как бы моментов вопросах языка и вероисповедания не видит он не видит проблем с точки зрения ну допустим вопросов которые связаны не только с гражданством но из портянутыми голоса законопроектами во времена каденции его и петра алексеевича власти там улюстрациях которые ослабили систему государственного управления он этого всего не видит этом это все было правильно а вот это вот то что уже заявление люди написали вот это неправильно а может люди написали не только из-за консульских услуг на или предоставления загранпаспорт а в целом читая ленту новостей с украины с фактором войны конечно же но мы вас будем возвращать канал экспресса которым имеет отношение к нежицкий непосредственно непосредственно вот то есть вы смотрите в целом на то как организована жизнь в стране ну консульские услуги но паспорт не получил он все равно есть документы то что вам угрожает там системно венеславский подоляк потом выходит костин потом выходят другие говорят мы будем вас экстрадировать мы будем тут разбираться вы достойны недостойны кого-то лишим имущества кого-то к нот это без угла и цитата если не ошибаюсь что имущество будем передавать тем кто на фронте сидит человек его бомбят со всех сторон у него так жизнь как бы тоже ну не сильно хорошо за границей там складывается надо это понимать и он сидит и рита не я как бы вот наверное чтобы этого всего не было пусть государство которые считают что я недостоин неправильный не вступил в ряды вооруженных сил не нахожусь на территории украина ну если она считает что я ненадлежащий гражданин я считаю что государство для меня многого не сделала наверное стоит прекратить эту сделку сделку на уровне гражданства что же слово определенная определенная метафизическая какая-то сделка с определенными правами обязанности вот и к нежицкий подсвечивает только ту часть правды которые его устраивают нет предложение пойти на диалог внутри органов государственной власти сказать слушайте ребят нам единение нужно внутри страны они разъединение давайте может вот это все что ну как бы не приоритетно сейчас отодвинем чуть-чуть в сторону люди мы же владимир александрович с вами смотрим ваше интервью мы не в зале а вот как депутаты грубо говоря тоже по телевизору смотрим а вы говорите надо семь с половиной миллионов людей вернуть а методы мы правильно и выбираем чтобы их вернуть ну как бы правильный тезис от вас прозвучал я за то чтобы вернуть правильный а потом выходит ваш ну грубо говоря михаил подаляк и говорит надо разбираться надо разбираться как люди выехали всех проверить уголовные дела порегистрировать и так дальше человек сидит ну типа то не если вы там по мне уголовное дело зарегистрируйте я наверное как-то останусь здесь в статусе бежен вот есть политика государства в отношении людей она должна быть последовательно тем более кто-хто а медийщики чудесно знают как работает человеческое сознание страх распространяется быстрее нежели уверенность в скажем в благоприятном исходе страхом человек страхом человек меряет свои собственные риски и поступки поэтому вот княжицкий сказал болезненная информация неожиданной нет она не может быть неожиданной потому что ну как минимум мы с вами в эфирах ну в каждой нас в разных площадках другие юристы на 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 марафоне даже я знаю людей которые тот же геннадий алексеевич это объяснял что люди будут пытаться разорвать правовую связь с государством как средства защиты дубов да 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 ну он просто из нас троих пока вхож на марафон единые новости мы как бы с вами об этом конечно сильно сожалеем и по ночам чуть-чуть немного слезу пускаем до одно но мы состраданием как бы с уважением относимся к позиции нашего коллеги которые стойко стоически даже выступает с правильной принципиальной позиции вот то есть это все ожидаем государство принимая решение давайте вспомним как запрет на предоставление но не консульских услуг пусть это будет выдачи паспортов началось же с выдачи паспортов выдачи как она оформлялась и там сначала письмо подписал первый зам по моему как раз уже наверно к моменту сибири был до подписал письмо типа не выдавать а потом они протянули это задним числом через постановление кабмин то есть сначала письмо потом и ну то есть как вы принимали это решение вы его каким образом мыслили люди не получат паспорт или он по моему тогда он тогда как раз зам уже был назначен у кулеба то есть он пришел и пачки подписал вот и мы с вами тут приходим потому что любое решение оно должно иметь как бы предположение положительном результате какой положительный результат много людей я думаю если бы сотни тысяч людей вернулись в украину и после того что не смогли обновить паспорта каких принудили до вернуться то наверное то наверное об этом бы уже нам сказали ну потому что это был бы результат берите пример вот люди возвращаются и так дальше значит люди свое свое поведение не поменяли факт безопасности не улучшились статус который у них существует и документы по которым они находятся на территории другого государства актуальны что вы сделали хорошего с точки зрения но государственных услуг с точки зрения поддержания людей сложно ответить а каким образом допустим наше посольство работают с самими семьями которые за границей чтобы оставалась эта связь на третьем году войны объем переводов уменьшается в украину от зарубичан зарубичан больше объем переводов меньше как так получается они потому что уже некуда перед ну как бы ни на что и никому переводить ну потому что раньше поехал наш гражданин за границу заработал перевел в семью семья как бы тут существует что-то квартиру покупает им просто сидит в реальный сектор экономики кстати по 13 по 15 миллиардов ежегодно перечисляли те люди которые на заработках находится за границей и не только на западе но и зато зато за тоже вот эти на самая большая диаспора мы центр влияния чем до через наших людей наших граждан можно влиять через общественные организации через системы допустим там профсоюзов объединений в том числе на местную политику потому что люди объединяются по интересу временно находятся там имеют гражданские ну не гражданские права права человека который подразумевает какой-то общий интерес да и они могут проходить митинги но это нуждается в координации в осознании ценности человека и уважительному отношению к нему а если отношение к тому что ну ты или сейчас приедешь на не приедешь ну ты вынужден будешь приехать а не вынужден приехать слушай ну ты приедь потому что иначе иначе мы уголовное дело зарегистрируем а а потом же были же еще момент когда вопрос началось касаться обновление учетных данных тем кто находится за границей массовые перерегистрации недвижимости продажи недвижимости автомобилей тогда так люди ну может действительно ускорили процесс прекращения правовой связи с государством и вот выходит княжицкий говорит смотрите мы получили то что было в принципе ожидаемо а как ты отмотаешь это обратно то есть ты констатировал факт ну правда неправда это должен министр иностранных дел подтвердить или президент но хотя президент не будет эти заявления рассматривать или комиссия будет долго их рассматривать что дальше ну ничего дальше просто вот как бы мы подсветили информацию что все плохо оде вы были с вашей критикой ну иди вы отказались от инициатив которые позволяли вам окучивать свой электорат ну так вы стервятники то есть вы работаете класс абсолютно согласен нужно было раньше проявлять свою позицию активно об этом говорили они мурчать или просто делать вид что там что-то происходит а потом констатирует факт объяснять нам какой ужас и так далее и так далее люди которые сидят в парламенте которые имеют возможность заявить о себе несмотря ни на что даже если будет там и терроризировали на политическом плане закрывали им рты они все равно могли бы проявляться но они на другом деле специализировались до последнего они же занимались церковными делами а теперь когда ситуация сменится они опять будут посыпать голову пеплом и говорит не мы чё-то там на шумели перегнули полу это мягко было да знаете будет их бы на ярко ты пола да поэтому мне не нужен но я как бы пытаюсь ладно не мне общество или гражданину в любой стране народный депутат как источники информации подменяющий сми нахрен не нужен нужен тот кто защищает права ты получил информацию перепроверь вот и с ней перепроверил работа с ней инициируй да скажи мы требуем пересмотреть политику мы пошли в другие фраг нельзя жить островком ну то есть вас там 20 человек в европейской солидарности сидит да вы себе островком собрались это все мы не голосуем мы почему вот хорошие можем всех критиковать а мы ни за что не голосуем то вашу мать но мы же не находимся сейчас в мирном времени где вы можете взять и в игноруете так проявите активную позицию что такое что вы от того что голосуют другие фракции вы не можете найти общий язык с другими оппозиционными фракциями юля которая не с вами не голосует вы не можете с ней вместе вопрос поднять и у вас денег нет для того чтобы в медиа как-то вопрос поднять то вас медиа с вами немножко в сфере понимаем есть свои каналы неважно с лицензиями без есть youtube на youtube завели своих ведущих есть свои короче блогеры да это мы говорим о массовом распространении информации обращайтесь конституционный суд обжалуйте решение вызывайте кабинет членов кабинета министра на доклада ну выступайте сами возьмите соберитесь елки-палки собери сделайте для людей сенсацию сядьте за одну трибуну в украинформе в униане юля петя юрий анатольевич бойко сели сказать смотрите людей теряем и продемонстрируете то что вы парламентарии они средства донесения информации я еще раз говорю ну получить информацию я должен от сми вы как депутаты должны получить информацию от сми и действовать действовать исходя из того что вам закон в виде каких-то полномочий предоставил но если вы ваши все действия это кинуть мне информацию в голову я-то осознаю из позиции будущего государства ну как бы сфера занятий такая аналитика такая ну как бы интересы такие хорошо а человеку вот прочитал кто-то ну да да там столько людей отказывается ну да ну и ладно но государственный муж не может так мыслить каждая человеческая единица темнот и в человеческой единицы это скажем элемент экономического роста это расходы конец концом то есть человек несет расходы внутри страны вот вот когда заходит вопрос там типа будут создавать условия вот на тему условий мне как бы не стыдно не стыдно потому что у нас есть очень эту ситуацию не надо под выводить в публичную политику на тему создать условия для возвращения мужчин почему потому что существует так или иначе обязательства беспокоиться благополучие людей благополучие безопасность и искусственно создавать условия когда твоему гражданину плохо на территории другой страны пострадают как ты а как ты выделишь беженца с точки зрения законодательства польши беженец женщина ей оплату продолжаем беженец мужчиной который должен быть на военном учете ему прекращаем а как же равенство так дискриминация по половому признаку значит исходя из простой логики в два шага ты понимаешь вычленить эту херню невозможно на уровне законодательств потому что любая любая комиссия или комитет скажет дискриминация дискриминация запрещена хартия европейских правах из министра риданом и мы поддерживаем эту ситуацию ты сидишь не говорите об этом не говорите просто об этом вы же не содействуете возвращению людей вы же выглядите глупо даже среди европейских партнеров я тоже возмущен и на самом деле это как-то еще не хочу сказать про сикорского он своеобразный человек вот но зачем такие истории себе я ну не знаю может быть это так сказать рывок да позовите себе и понятное дело сложить какое-то мнение просто честно говоря до последнего вообще не знаю кто это что это хотя я знаю его послуженный список но на тех ролях на которых он работал он ничем не отличался от других обычных клерков которые там решали задачи поставлены сверху и это отдельная тема для разговора мне еще один вопрос я конечно прошу прощения что я вас задерживаю мы практически сейчас с вами общаемся вы очень интересный собеседник это правда и вот я хотел бы получить еще ваше мнение или ответ на мой вопрос по такой теме тема близка нам обоим значит в проекте госбюджета на 2025 год там же было известно да да позамораживали нахер все значит при этом заложили а чего вот давайте я открою фактор значит заморозили минимальную пенсию минимальную зарплату украине и так люди еле-еле выживают но класс людей жирных котов очень хорошо себя чувствует кстати имея искушение что-то где-то как-то налево заработать кроме того что напрямую получают очень серьезное обеспечение с государственного бюджета а это значит карман где мы платим все налоги так вот нартеп ярослав железняк говорит минимальную зарплату оставили на уровне 8000 гривен кто не знает что такое 8000 гривен смотрит нас за рубежом это 200 долларов по сегодняшнему госу минимальный процесс на который якобы почему-то власть считает можно прожить за 200 долларов а прожиточный минимум в украине оставили на уровне две тысячи девятьсот двадцать гривен блин ну это по-моему пятьдесят три доллара да что такое ну ничтожно мало да не то что ничтожно мало просто вообще ничто при этом расходы на телемарафон заложили как и в нынешнем году на уровне полтора миллиарда гривен марафон который критикуют и западные партнеры более того недавно там по моему центра зумкова я может быть ошибаюсь провел опрос там искали 50 процентов считаю вообще никакого выхлопа не смотрят ну и такое но это ура патриотизм и вот это ура пропаганда она процветает никакого нет конкурентного поля да в информационной сфере всех это устраивает наверху но это не устраивает украинское общество но я понимаю что такое время всех имеет забыл и плюет плюет общество в глаза но все же как вы это откомментируете я давайте так мне кажется марафон единой новости из средства необходимого в двадцать втором году для борьбы с пропагандой и предоставлением информации плюс-минус достоверно мы не привыкли в двадцать втором феврале жить telegram по-другому работал все по-другому работал из средства которое было необходимо для достоверное информирование сегодня превратился сегодня даже не сегодня давайте с двадцать третьего года наверняка превратился в средства сохранения спокойствия но не граждан а тех кто выступает на марафоне ну скажем представители военно-политического руководства государства и это средство и это средство успокоения средство успокоения не имеет уже воздействия для которого она создавалась на умы связанных с достоверной информации она превратилась в средство донесения информации скажем ограниченный искривленный однобокой односторонний но которая дарит успокоение опять же таки тем кто управляет государство поэтому доверие к марафону она теряется со стороны людей факт финансирование о котором пишет ярослав железняк только укрепляет в мыслях людей скажем убежденность в том что марафон как явление существует для того чтобы сохранить властные полномочия либо сказать не совсем достоверную информацию человек любой гражданин сейчас более информировать и отчасти я думаю я думаю да я думаю об этом можно говорить ну как бы дезинформация нашего пропаганда положительно это тоже дезинформация просто ну она называется чуть иначе до дезинформация какая вы предоставляете другую информацию для более высокой цели а это высокая цель связана там условно соединением с пониманием процессов поддержкой общества конкретных решений пропаганда это пропаганда дезинформация но она не достоверна эта информация но во благо во благо поэтому если можно одно и то же самое называть как бы и благом и и вредом но с каждым годом влияние через марафон как игрушку которую очень жалко отпустить ну потому что у тебя все супер турбо каналы как бы аудитории дурные очень жалко ее потерять потому что вдруг выборы а вдруг электоральные процессы а вдруг а вдруг вдруг но по мере того как теряется доверие к марафону и спикером и тем кто предоставляет информацию да или комментирует находятся альтернативные площадки на которой владе влияния нет ну то есть весь youtube не закроешь другие каналы не закроешь и так дальше и так дальше и так дальше и тем самым по мере продолжения существования марафона вы все больше отправляете людей электорат в стезю поиска альтернативной информации мы с вами люди как бы снова снова же таки немного в материале я не верю и думаю вы точно так что в случае если прекратил существование марафон как добровольное объединение частных и государственных каналов завтрашнего дня на канале рада ладно рада нерелевантный канал на канале один плюс один зашли в оппозиционеры и начали рассказывать о том как все плохо да никогда в жизни люди все на уровне подсознания понимают что идет война есть дозированное предоставление информации люди слабодухие их много люди с сердечно-сосудистыми уважительного возраста и так дальше их тоже много и с ними надо вести диалог иногда чуть-чуть мягче ну мы с вами можем где-то чуть жестче там провести диалог да но как бы мы ну у нас уже отфильтрованный зритель годами месяцами коммуникации соответственно не знают чего можно от нас с вами ожидать да и они приходят за этим но массовый зритель который случайно может на что-то клацнуть да ну бог его знает в каком состоянии это смотрит но ни один канал который уйдет с марафона не будет вести риторику внутри страны оппозиционную позиции связаны с чем что россия страна агрессор что а война была спровоцирована российской федерации и созданы искусственные условия для того чтобы вторгнуться альтернативной версии не будет и это нормально ну а то что будет может быть может быть может журналисты еще не разучились может будут какие-то расследования может будут какие-то материалы более свободного характера не проходящие через цензуру культурную и так все остальные так это на пользу телевидению может оживет рекламный на пользу власти вы же понимаете если вы говорили о той категории которая незыблемо какой-то степени да там сама цензура должна работать но потому что военное положение так далее но если критиковать за неправильное решение это уже агрессия и тогда как говорил берия да если я не ошибаюсь мы по-моему приписывают был бы человек а статья найдется вы знаете как сильно оживить покурорские следователи всякие там правоохранители во первых я знаю эту поговорку в силу профессиональной деформации во вторых илон маск откуда знает мне непонятно но это наверное дурова так стролит короче подобрать он тоже потом говорил да я вспомню скорее всего сюда но мы с вами опять же мы говорим о том для чего ценность марафона для чего контрпропаганда или достоверная информация и превращение в инструмент инструмент сохранения чего чего сохранения незыблемости так ну на всех площадках уже отбили вашу незыблемость вас внешняя среда поддавливает ребята то есть сколько ты не блокируй внутренние каналы коммуникации у тебя когда существует альтернативный центр влияния на который ты не можешь воздействовать у тебя всегда будет бигус у тебя всегда будет е пытание у тебя всегда будет цензор у тебя всегда будет центр противодействия коррупции у тебя всегда будут площадки вместе с зеркалами недели вместе с лигой месте грубая с nv которые будут это все разносить и это уже будет событием и ты не сможешь его заблокировать поэтому ты ишь наоборот предлагая одну повестку а у людей ну скажем которых на которых ты не можешь иметь воздействие появляется другая ты же ты создаешь условия такие что вот твоему центру воздействия на людей люди же сами перестанут доверять и сейчас финансирование везде трындец ну трындец объективный все же все же на самом деле просто не жалеет денег потому что это важно да да ну так ну так но в том то и дело что все же на контрастах то есть вы выйдете выйдете скажите смотрите вся социалка на вся социалка займы почему сокращаем или почему нет роста или почему замораживаем да потому что помощи больше не становится но наши партнеры которых мы с вами там говорим уже больше часа да больше денег на то чтобы обеспечить уменьшенную за счет количества населения страну не дают но у нас возросли расходы на оборону а чё они возросли то потому что скорее всего мы допускаем мы допускаем что помощи связанные с предоставлением техники тоже больше не будет ее надо будет закупать надо будет делать соответственно внутренние какие-то разработки надо будет покупать по контрактам надо будет платить довольствие военнослужащим и более того что мы с учетом этого всего приходит прогнозируем девальвацию гривны которая позволит за счет импорта который к нам приезжает да и якобы импорта который мы покупаем но за свои деньги но при привозе соответственно перерасчет будет по текущему курсу нбу чуть наполнить тот бюджет который пойдет на нужды армии но импорт это валютная позиция если помощи не будет и внутренняя экономика помощи финансовой и внутренне в достаточном количестве внутренняя экономика не сгенерит много экспортной выручки то импорта станет меньше станет меньше импорта станет меньше налога станет меньше налога станет меньше налога станет меньше армии ну расходов на армии поэтому и в при этом всем прекрасным в кавычках конечно же пакете мы на марафон нам нужен почему он доказал свою эффективность для кого хрен его знает ну как бы в двадцать втором году очень важен был ну типа ладно я чуть за чеченов не вспомнил но лучше промолчу андрей на кстати обратите внимание лучше все любой разговор иллюстрировать или определенными картинками вот моя мама да она живет отдельно уже на пенсии мы очень редко на визе мы с ней разговариваем потому что у нас есть много контроверсий она потребитель потенциальный телевизор не буду еще говорить про телемарафон если она смотрит телевизор значит наверное она пропадает на бусе был какой-то период буквально год назад когда она мне позвонила и говорила ты видел что произошло я вреда я вот посмотрела вот такая версия это правда я говорю а что там рассказывать но нам не изложила версию что пошла по телемарафон я говорю ну понятно каждый при своем мнении и она мне задает вопрос витали скажи а как на самом деле и вот когда я услышал этот вопрос я понял что мама изменила свое отношение я теперь все прекрасно осознаю как она интересна кто потребитель кто смотрит у меня куча вопросов по всему этому но такая государственная политика я еще хочу напомнить чтобы люди понимали лишь идет не только о телемарафоне там где конгломерат государственных и негосударственных структур и это понятно там сумасшедший день есть как вы говорили телеканал рада кстати компания кинокит которая там завуалирована якобы принадлежала по журналистским расследованиям кириллу тимошенко или там семье да и кстати до сих пор не правоохранителя нет никаких значит вопросов что там на зарядку контента или покупку контента хотя у канала рада есть своя информационная служба куча журналистов которые могли бы сами это производить но не заказывают на аутсорсинге огромные сотни миллионов гривен идут в карман каким-то левым людям я уже не говорю про и вас успели то есть вообще непонятная конструкция во время войны которая разжирает там два миллиарда и все там очень-то неплохо живут шоколаде но живут своей личной жизни во время войны то есть это отдельная тема для отдельного разговора мы как-то об этом тоже поговорим когда вот это все перегреется но я также хочу напомнить относительно позиции государства шмыгаль недавно верхом на совете заявил и меня это потрясло он сказал что нам не хватает 500 миллиардов гривен на войну потому что мы так скомпилировали бюджет 2024 года в надежде что летом 24 года война закончится у меня просто знак восклицания и знак вопроса и он считает что это можно говорить слов но такие вот политики нами руководят такие решения принимают так они мыслят далеко и прогнозируют ситуацию проводят какие-то аналитические разведки там и не моделируют ситуации во какой уровень на самом деле в этом в этом плане шмыгаль просто что-то сказал но он не понял что люди не готовы это слышать на самом деле у нас 22 года нбу допустим обнароды макропрогноз плюс минус напишешь этот прогноз здесь здесь действительный если вдруг война закончится ну допустим на тот момент было там осенью двадцать третьего года они модель сделали что если закон но если не закончится то будет другая модель то же самое и правительство когда формирует бюджет согласовывает с международным валютным фондом то есть какие-то параметры инфляция боевые действия расходы поражения давайте так берем такое же посредине года война заканчивается и как бы со второй половины года у вас там уменьшается расходы на то на то на то на пятое-десято так шмыгалью надо об этом просто говорить ну как бы нам нужно сказать что прогнозируем у нас есть не непонятки которые вылезут да они могут вылезти да они так типа у нас 500 дополнительных хрен его знает где взять снаружи не дают то есть эти все макро показатели сейчас что по нацбанку что по минфину они все находятся ну прежде примерно в режиме реального времени в согласовании с нашими теми кто помогает нам выруливать из ситуации войны но нельзя выйти нельзя три года рассказывать или два года рассказывать будет столько сколько надо все всегда с нами ну типа люди себе спокойно все все нормально тут выйти сказать как бы вам как вам сказать ну нет ну вот просто взял человека который привык положительным новостям и опустил и опустил его на землю типа смысле такая шутка а до этого как все на самом деле было вот примерно такой вопрос возникает вот таких реальностях мы живем андрей слушать я очень вам благодарен большое спасибо что вы делились мыслями своими спасибо что ответили на мои вопросы я считаю что то что мы обсудили будет актуально интересно зрителям канала дикий лайв все-таки прошу вас подписаться я вот недавно обратил внимание что большая часть зрителей которые как бы интересуются моим каналом и эфирными спотами не подписаны на меня пожалуйста измените свое отношение я думаю это будет интересно и вам и будет стимулировать меня как бы продвигать свой канал и приглашать интересных гостей сегодня нашим собеседником был известный аналитик юрист андрей вегеринский андрей жму вашу руку благодарю и надеюсь на благосклонность в будущем спасибо на виталий всегда рад вас видеть и до встречи спасибо спасибо большое до встречи спасибо что смотрели не теряйте оптимизм через небольшой промежуток времени встретимся будем верить лучше quest с что Субтитры создавал DimaTorzok